Чемпионат мира по футболу 2022, крупнейший спортивный форум, впервые в истории проходит в мусульманской стране, в Катаре. Он стартовал 20 ноября. Среди участников турнира сборной мусульманских стран Саудовской Аравии, Марокко, Туниса, Ирана и Катара. Как пишут спортивные обозреватели, команды показали неплохую игру и даже сумели вызвать сенсацию. Так сборная Саудовской Аравии, которая находится на 51 месте в рейтинге FIFA, обыграла Аргентину, одной из самых известных футбольных стран в мире, дважды завоевывавших чемпионский титул. Остальные матчи саудийцами проиграли и выбыли из чемпионата. Охваченный протестами Иран выиграл игру с Уэльсом 2-0, но проиграл Англии 2-6 и США со счетом 1-0. Футболисты сборной перед стартовым матчем со сборной Англии не стали петь национальный гимн, как считается, в знак солидарности с протестующими. Однако перед началом остальных игр с Уэльсом и США гимн игроки все же исполнили. Государственные СМИ Ирана не замедлили обвинить в давлении на игроков враждебные силы, так и за пределами Ирана. У сборной Туниса были шансы пройти в плей-офф, но не сложилось. Африканская команда сумела отобрать очки у Дании в первом туре и одержала историческую победу над командой Франции со счетом 1-0. Совсем плохо себя показали хозяева чемпионата. Катерцы на Домашнем чемпионате мира 2022 заняли последнее место в группе А, не набрав ни одного очка в трех матчах. Команда потерпела поражение от сборных Эквадора 0-2, Сенегала 1-3 и Нидерландов 0-2, но обрадовали марокканцы. Сборная Марокко по футболу впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира. В третьем туре группового этапа сборная одержала победу над канадскими футболистами. Встреча завершилась со счетом 2-1. Голами отметились полузащитник Хаким Зиеш и нападающий Юсеф Эн Несери. А защитник Ашраф Хакими признан лучшим игроком матча третьего турнира группового этапа чемпионата мира в Катере против команды Канады. Таким образом, марокканцы заняли первое место в группе Ф, набрав 7 очков. Кстати, после победы над Аргентиной футболистам подарили по Роллс-Ройсу каждому. Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте умокласс.ру. Ссылка в описании.